Привет друзья! Наконец-то я нашел пару минут для того, чтобы записать свою реакцию на финал шоу песни на ТНТ, который буквально вот-вот на днях закончился. Я хотел это сделать сразу же после гранд-финала, но во мне все кипело так, что если бы я встал перед камеру, то вы бы от меня услышали только сплошной мат. И ничего кроме мата. Нет, ну правда, ну кто из вас смотрел? Напишите мне в комментариях. А я хочу немного привести свои соображения на этот счет. Насчет победителей и насчет того, что все-таки произошло. И что произошло не так и почему победитель именно тот, кто победил. Это мое личное мнение и вы можете с этим не согласиться, либо согласиться. Итак, готовьте чай, кофе или что-нибудь покрепче. Я начинаю. Ах да, кто еще не подписан вдруг на канал, обязательно сделай это прямо сейчас. Также не забудь нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видосы на нашем канале. Кстати, у нас еще появился инстаграм. Вы сейчас его видите на экране. Для тех, кто хочет следить за нами, приглашаем подписаться. Мы будем рады всем. Так вот, в субботу закончился проект песни на ТНТ. Для кого-то это ничего особенного. Для кого-то трагедия, например. Для меня лично это не трагедия, но признаюсь честно, что я привык на протяжении двух месяцев каждое утро вставать на работу и пересматривать шоу за чашкой кофе. Да-да-да, я признаюсь, я смотрю это реалити с самого начала, то есть с момента его кастингов. И не пропустил ни одного выпуска. Поэтому я могу сделать выводы на счет всего происходящего. Я уже делал видос на эту тему и думал, честно говоря, что больше не стану записывать на эту тему ролики. Но, блядь, на мой взгляд, вообще произошло все несправедливо. Все было, на мой взгляд, предсказуемо, опять же, и на мой взгляд, опять же, все было в основном постанова. Кратце хочу пробежаться про финалистов, которые были на финале. Ну и в самом конце, пожалуй, скажу по поводу победителя этого шоу. И почему именно Блэкстаровцы одержали победу. А ты до конца досмотри этот ролик, и я думаю, что у тебя будет такое же мнение. Короче, на 99% до сих пор уверен, что многие участники на шоу пели под фонограмму. И, в частности, на финальном концерте. Ну вот, кто из вас видел, например? Особенно Макс Свобода, когда он пел песню «Соль» и во время выступления на сцене был дождь. А он такой весь поет, такой мокрый, вода капает на микрофон, у него голос ровный и все дела. Ну, явная же фанера. Ну и потом, почему я сделал такой вывод? Эмоция в песне была несколько другой, чем эмоция происходящего на сцене. Вы послушайте отдельно песню и отдельно его эмоцию на сцене. Они не могут вместе соединяться. Я прав? Напишите мне в комментарии. Или, например, для чего Соуфи дали петь ее авторскую песню? Я эту песню даже до конца дослушать не мог. Просто чушь полнейшая. Вы слышали то, что ей изначально предлагали спеть. Но это тот момент, где она пела «Я лежу на полу». И еще говорила, что она, ну, не может петь такой глупый текст. Ну, типа, для чего лежать на полу и петь о том, что она поет на полу. Текст фонетический, он меня просто лежу на полу, меня просто ломает. Я лежу на полу, и ружатся стены, и падают потолок. Я лежу на полу. Хотя, если разобраться, песня реально была хитовая. И ей даже об этом говорили педагоги по вокалу. Но нет же, мы хотим петь авторскую песню. Ну, дали тебе спеть. Ну и что ты спела? Песня нудная, в отличие от предыдущей, которую ты пела на предыдущем концерте. Ну, согласитесь, опять же, со мной, что я прав. У нее и до этого были авторские песни и авторские клипы. И где они? Кто их слышит? Кто? Кому они нужны? Никому. Софи, надо было сделать вывод и спеть то, что тебе давал продюсер. Хиты нужно уметь писать. А если ты не умеешь этого делать, просто не лезь. Дэнни Мьюз. Ох уж этот Дэнни. Очень хороший мальчик, с хорошими треками на английском языке. А вот на русском песни как-то выглядят, ну, такое. Ну, так себе, никак. Как по мне. Хотя мне нравится у него одна песенка на русском, где он поет «Я ухожу и дверь закрою». Ну, вот это, где там все сверкало. А что думаешь ты на тему Дэнни Мьюз? Напиши в комментариях. На зима. То, что девушка не победит в этом шоу, я знал заранее. Ее Тимати тянул. Делал ее своей фавориткой. Может быть, он этого не замечал, но со стороны выглядело именно так. Для нее делались шикарные номера. Для нее специально писались песни. Хотя у нее были и свои песни, да? А, но ей изначально не давали исполнять авторский материал, а давали исполнять материал Блэк Стара. То есть, ее изначально готовили к тому, что она будет артисткой Блэк Стара. Именно поэтому, как мне кажется, за нее никогда не голосовали. Все и так знали, что у Назимы будет все хорошо и без этого шоу. И что Тимати давно ее взял уже под свое крыло. На финале она спела песню, но, честно говоря, не помню о чем. Единственное, что я запомнил, это шар, сзади нее самурай какой-то и Назима, которая роняет слезу во время исполнения песни. Все. Кристина Кошелева. Это любимица Макса Фадеева. И моя в том числе тоже. Спела вроде бы и неплохо, но, как на мой взгляд, песня ей не подошла. И если ты согласен с этим, пиши в комментариях. И я очень хочу услышать ваше мнение насчет ее выступления. Пиши в комментариях, ставь лайки, если понравилось. Ну вот, пробежался по концерту, в принципе, ничего нового. Выбавшие участники повторили свои номера, финалисты спели новые песни. И вроде все ок, но вот самим победителем я недоволен категорически. Я даже в прошлом ролике не стал ничего про этого человека говорить. Терри, Олег Перновой. Как говорит сам Тимати, он якобы пять лет шел к своей мечте. К мечте работать в команде Black Star. Ну и там бла-бла-бла. И вот он стал победителем и забрал свои пять миллионов. Но со стороны господина Тимати, не было ни слова о том, что подпишет он контракт с Терри. Или не подпишет. Кстати, контракт с лейблом получил Дэнни Мьюз. Так вот, песню пел Терри. И как говорит сам Терри, он готовил эту песню целых полгода. Песня как по мне так себе, но ничего особенного. Я считаю, что Терри получил победу вообще необоснованно. Для тех, кто смотрел, все понимают, что половину реалити-шоу этого Терри просто не было, даже в экране видно. А тут бах и победа. Победы, на мой взгляд, были достойны два человека. Это Максим Свобода и Кристина Кошелева. Вот кто бы что ни говорил, а эти люди, которые реально с харизмой, с талантом, с шикарными голосами и со своими авторскими песнями. Эти два участника просто рвались всех. На них было интересно смотреть в реалити, их было интересно смотреть на концертах. Их было охрененно слушать. Вы согласны со мной? Но в принципе я знал, что ни Макс Свобода, ни Кристина Кошелева не получат эту победу. Все почему? Да все потому, что мое мнение может быть в принципе необъективным. Но что-то мне подсказывает, что все знают, что участники лейбла Blackstar, они всегда гнут понты. И они всегда хотят быть первыми, на первых местах. Они хотят быть первыми в Ютубе. Они хотят быть первыми во всем. И наверняка многие знают, что иногда клипы Blackstar, там песенки в iTunes, они подкручивают. Поэтому я заранее знал, что победителем данного шоу будет кто-то из команды Blackstar. Но почему-то я думал, что это будет либо Назима, либо Дэнни Мьюз. Но уж никак не Терри. И вообще что за псевдоним? Терри. Но для меня Терри это кличка собаки. Опять же это мое мнение. Короче, как по мне, никто не дал бы победить кому-то из представителей Малфы. Потому что Тимати просто бы этого не пережил. Как так? Он второй. Тимати никогда бы не захотел на всю страну признать, что он проиграл. Ну блять, выиграл тот все равно, кто ну не достоин был выиграть. Вот посмотрите, приведу пример. Тимати говорит, что Терри это и есть новый шоу-бизнес. Но блять, как представитель нового шоу-бизнеса может петь якобы авторские песни, которые до этого мы где-то отдаленно уже слышали. Да-да-да, как по мне, эти песни являются неким, ну таким плагиатом. Конечно, сейчас вы начнете говорить, что нот всего 7, что он не знал там и бла-бла-бла, что авторские права купили. Но нихера они ничего не покупали, потому что везде указано, что кто авторы Тимати, Терновой и там еще кто-то-кто-то. Но никаких иностранных имен там не присутствует. Вот сравните, что песня Мега, что песня Домофон. Но это явный плагиат же. Или я что-то путаю. Вот давайте для примера сравним. Послушайте. Мега, мега, мега. Мега, мега. Ну и что думаете, разве только мне показалось, что сходство реально есть? Может быть, конечно, не нота в ноту, но где-то очень рядом. Напишите мне в комментарии, так ли это, и услышали вы тоже схожи. Короче, победитель все равно был не тот. Но, в принципе, я знал, что и Кристина Кошелева не победит в этом шоу. У этой девочки и так все будет хорошо, и я заранее знал, что Макс Фадеев даст ей контракт в своем лейбле. И что ей победа-то, в принципе, не особо и нужна в этом конкурсе. Это, как знаете, получилась наргист в песне «Голос», где первое место не означало круто. Когда второе место было круче, чем первое. Ну и здесь, в принципе, то же самое. Кстати, по поводу iTunes и всех этих рейтингов, которыми кичится так Тимати. Но в чем тут кич? Рейтинг iTunes вообще не показатель в России. Чтобы попасть в десятку, нужно там 100-200 раз купить песню. И тогда ты будешь там на вершине. Ибо в России iTunes еще не так популярен, как в Европе и на Западе. И я знаю на 100%, что многие лейблы платят свои деньги и с разных аккаунтов покупают свои песни, для того, чтобы попасть в этот топ. В принципе, очень многие артисты делают это, и я лично знаю таких артистов. Я думаю, что песни участников реалити-шоу-песни попадают в топ именно таким же образом. Так как по статистике реалити-шоу смотрят подростки, а в частности дети. И не думаю, что дети в возрасте 10-14 лет будут заходить в iTunes и покупать песню за 22 рубля. Но это глупо. Ну и потом, я знаю, что Blackstar любители подкрутить результаты в различных социальных сетях. Будь то YouTube, где быстренько мы можем накрутить, даже не накрутить, а купить просмотры. Ну, либо какие-то другие социальные сети. Это тоже все очень делается лейблами, и люди, которые работают в шоу-бизнесе, об этом знают. Те же тренды на YouTube очень быстро можно выйти, заплатив какую-то денежку. Думайте сами. А что думаете вы? Так ли это? Напишите мне в комментариях. Сегодня в своем инстаграме Максим Фадеев сказал, что на нашем телевидении нет проектов, которые дают реально раскрыться талантом. И что ребята из реалити показали всей стране, что можно донести свою музыку до слушателя. И что ребята доказали всей стране, что можно пробить дорогу своим талантом. Ох, блять, талантом? Вы серьезно? Да, безусловно, все участники талантливые люди. Но у них и до проекта были клипы, песни, у кого-то даже гастроли. Но почему-то там одного таланта не хватило. И все равно, для того, чтобы, как вы говорите, пробить эту дорогу, нужно было что? Попасть на ТНТ, 24 часа сидеть под камерами, а также необходима помощь известных лейблов, которые вливали в них свое бабло. Просто талантом в нашей стране ни хера сделать не получится. Это проверено и доказано. Нет денег, нет таланта. Нет денег, ты нахуй никому не нужен. Но назовите мне хоть один пример таланта, который просто шел-шел-шел и попал в какой-нибудь, блять, известный лейбл. Нет таких людей. Также Фадеев сказал, что проигравших в шоу нет. И что бомбы скоро взорвутся. Одно знаю точно, что Евгения Майер и Диана Ведякина снимают клип на совместную песню. Так что ждем этих бомб. Одним словом подытожу. Грустно, что проект закончился. И я очень любил его смотреть по утрам. Да. И мне лично будет этого не хватать. Мне будет не хватать Макса Свободы. Мне будет не хватать Кристины Кошелевой. Но я на 150% уверен, что совсем скоро мы услышим эту сумасшедшую в хорошем слове парочку. Как сольно, так и совместно. И я уверен, что они взорвут. Вы тоже так считаете? Пишите в комментариях и ставьте лайки. Я также с нетерпением буду ждать премьера Дэнни Мьюз. И хочу ему пожелать, чтобы мальчик не словил звезду. Ему так мало лет и в принципе, ну это реально. И вообще хочу пожелать ребятам не словить звезду. Ведь это так легко сделать. Я очень надеюсь, что скоро будет новый проект. Песни 2, например. Где мы реально уже увидим новый шоу-бизнес. Продюсеры сделают работу над ошибками. И покажут нам действительно что-то новое. А не формат, заточенный под формат. Надеюсь, что мы увидим новых участников. А не участников, которые собрали из других шоу. Например, голоса. Надеюсь, что голосование будет реально объективным. И победит сильнейший. Короче, хочется, блять, реально нового шоу-бизнеса. Проект песни это по сути та же фабрика звезд, только с другими продюсерами. Ах да, хотя Макс Фадеев тоже был на фабрике звезд. Ой, блять, Тимати-то тоже был на фабрике. И являлся даже участником. Пух! Сейчас участники поедут в гастрольный тур на несколько месяцев рубить бабло. И отрабатывать то, что в них вложили за эти два месяца телеканал и продюсеры. Короче, все по-старому. Печально. Кстати, вы ждете участников шоу в своем городе? Пошли бы вы на концерт? Пишите мне в комментариях. Может быть, у кого-то уже есть даже фото с этими участниками? Тоже выкладывайте в комментарии. Также пишите в комментариях, кто вам больше нравится из участников. И за кого вы голосовали. На этом, пожалуй, закончу. Так как говорить можно еще много-много-много. Победителя все равно уже не переизбрать. Пусть будет так. Победитель нового шоу-бизнеса с плагиат-песнями. Шикарно. Только у нас в стране такое возможно. Рэперов, кстати, и так развелось как говна. Так мы еще одного выбрали. А такие личности с стильными голосами, как Кошелева или Свобода, идут тупо лесом. Где справедливость, непонятно. Ну да бог с ними. Просто для меня, знаете, до сих пор непонятно. Как можно было на протяжении нескольких недель быть лидером голосования, это я про Кристину Кошелеву, и не победить в реалити-шоу. Или как можно было всего пару раз оказаться на вершине, это я про Тея, и оп, и победил. И то я думаю, что на вершине голосования круть-круть-круть на круть. Потому что я уверен, что голосование было не очень честным. И еще раз повторюсь, мое мнение может быть необъективным. Но я думаю именно так. Хотя чего я ждал, там же Блэкстар рулит. Все, высказался. Что вы думаете на тему финала вообще в целом? Объективный был финал или необъективный? Напишите в комментариях. Также не забудь поставить лайк, если смотрел шоу-песни. Если нет, все равно ставь лайк. Не забудь подписаться на канал, нажать лайк, для того, чтобы не пропустить новые видосы от меня и просто небо. Всем мегапозитива на всю неделю. Пока!